Русский мир Украинская экология уже нанесла вред окружающей среде на сумму почти триллион долларов, подсчитали в украинском правительстве. А ведь экология – это не разрушенный дом, который после победы Украины можно будет сравнительно быстро восстановить. И яркий пример тому Франция. Там до сих пор ощущают последствия Первой мировой войны. На севере страны, где происходили одни из самых крупных баталий, вот уже более ста лет существует свой аналог Чернобыльской зоны. Мертвая земля, где запрещено заниматься любой деятельностью. И вот почему. Исторические факты от Екатерины Павловской. Зона отчуждения среди французских виноградников. Почему земли, где шли бои Первой мировой, до сих пор запрещены для посещения? Как страшное наследие войны отравляет жизнь местных жителей? Эти территории выкупались у частных собственников. А на участках усеянных снарядами и минами не растут даже сорняки. На том месте до сих пор просто черная земля. Что же случилось сто лет назад во время битвы под Верденом во Франции? Популярное название – верденская мясорубка. И может ли по окончании войны с такими же проблемами столкнуться и Украина? Невероятные красоты французской глубинки. И густые сосновые леса, простирающиеся на много километров. Это могло бы быть идеальное место для туризма и сельского хозяйства. Однако вход сюда гражданским строго запрещен правительством Франции. Немного, не мало, более ста лет тому назад. Сразу после войны вот эту территорию заморозили. Речь шла о том, что просто опасно было даже туда заходить. И если присмотреться, тут действительно можно увидеть следы старых битв. Кратеры от артиллерийских снарядов, сохранившиеся до сих пор окопы, в которых шли кровавые бои. Так чем же до сих пор так опасно это место? И почему при современном научно-техническом прогрессе ученые не могут вернуть ему первоначальный вид? Расскажу далее. Масштабные батальные сцены. И наступление под пулями врага. Первая мировая началась в 1914-м. На воюющие между собой две коалиции государств быстро втягивают в бои аж 38 стран, включая Ближний Восток, Африку и Азию. Численность армий на фронтах на пике достигает 37 миллионов человек. И в ход идут буквально все новейшие разработки вооружения. Первая мировая война – это использование всех самых последних технологических изобретений для уничтожения противника. Еще не было этих ограничений на использование оружия массового поражения. Это уже после Первой мировой человечество осознало его губительный характер. Многочисленные генералы требуют быстрых результатов. Их предлагают, правда, не военные инженеры, а химики. Лицом Первой мировой войны станут не мужественные мускуленные парни военные, а бесформенные силуэты, закрытые страшными масками первых противогазов. Это будет первый и последний опыт в истории человечества, когда химическое оружие будет использоваться совершенно бесконтрольно. Противогазы одевали даже на лошадей. В ход шел хлор и нервно-паралитические газы – всего до 50 отравляющих веществ. Самым коварным оружием стали мины с дисфагеном. Из-за отсутствия у него запаха солдаты не успевали одевать противогазы. В залитых водой грязных окопах солдаты едва выживали под плотным огнем, а мертвых не выносили с поля битвы. В 1916-м войска Кайзеровской и Германии решают идти на Париж. Если город падет, французы вынуждены будут капитулировать. Две армии схлестнутся возле небольшого города Верден, последнего бастиона в направлении французской столицы. Самым выдающимся было сражение под городком Верден-Сюрмер, поскольку это была стратегическая точка для французской армии. Это был прямой путь на Париж. Поэтому там было собрано немало военной техники, построены военные укрепления. И именно здесь были очень тяжелые бои. Именно поэтому так просто взять верденские укрепления не получится. И обе стороны сделают ставку на артиллерию. Она будет бить беспрерывно очень крупными калибрами, убивая и калеча солдат. Популярное название среди участников Верденской битвы – верденская мясорубка, потому что последствиями применения очень массовой артиллерии были огромные потери с обеих сторон. Представьте себе, 10 месяцев, 2,5 миллиона людей занимались только тем, что массово убивали друг друга. Из этих 2,5 миллионов 700 тысяч вышли или калеками, или были убиты. То есть это страшная трагедия, страшная катастрофа в истории человечества. Линия фронта битвы при Вердене при этом всего 20 километров. Роман Ремарка «На западном фронте без перемен» наиболее точно отображает ход боевых действий, когда линия фронта практически не двигалась ни в какую сторону на протяжении многих месяцев. Тем не менее, велись жестокие бои. Путем колоссальных потерь французы остановят немецкое наступление. Однако то, что останется в почве после того, как стихнут последние выстрелы на небольшом клочке земли по линии фронта, больше не будет пригодной для жизни. В земле, в воде остаются тяжелые металлы, мышьяк, ртуть. Только в районе Вердена, по подсчету специалистов, было использовано 90 тысяч тонн ртути. Эта ртуть ушла в землю, в воду, в воздух. Кроме этого, сотни тонн свинца в виде пуль, которыми была усеяна земля в месте сражений. Они застряли и в деревьях, а были и тонны других вредных металлов в разном количестве. Там много металлолома еще тех времен. И это упавшие самолеты, это и танки, и пушки. Так, поля сражений по всему Западному фронту правительство Франции признают непригодными для дальнейшего проживания и сельского хозяйства. Целые деревни и небольшие города не станут восстанавливать. Эти территории выкупались у частных собственников с целью, что дальше они поступают в государственное использование, и государство уже дальше будет заниматься их очищением. Так во Франции появились так называемые красные, желтые и зеленые зоны, разделенные по степени опасности. Красные, самые опасные, пытались очистить буквально сразу после войны. Было сделано много ошибок. Многие такие снаряды бросили в океан. Химическое оружие разбирали на местах и сжигали. Вот в этой красной зоне до сих пор есть место, круг диаметром 70 метров, где сжигали химические снаряды. И к этому времени уже прошло почти больше ста лет, но на том месте до сих пор черная земля. Там совершенно ничего не растет. Однако самое страшное, что это эхо Первой мировой порой откликается и на тех землях, где совсем не было никаких сражений. Очень интересно, что анализируя вина, в некоторых находят содержание тяжелых металлов. И это на территориях, далеких от красной зоны. Объяснить это никак не могут. Как это туда попало, нет прямого ответа. До сих пор эти земли усеяны снарядами, на которых есть риск подорваться, несмотря на то, что саперы все эти сто лет активно их разминируют. С чем-то похожим может столкнуться и Украина, говорят эксперты, посчитав кратеры от снарядов на поле боя возле Изюма. Всего на один квадратный километр поля исследователями было насчитано по полтысячи разрывов от применения 82-миллиметровых мин, полтысячи разрывов от 120-миллиметровых мин и около тысячи кратеров от 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Общая масса вот этих боеприпасов – около 50 тонн железа, около одной тонны серы и 2,35 тонн меди, всего лишь на один километр квадратный. Трудно представить, какие подсчеты ждут исследователи после окончания войны рядом с Бахмутом, бой за который эксперты как раз и сравнивают с Верденским. Ведь на маленькой территории там также ведутся масштабные боевые действия, и это не сможет не отразиться на экологии. Чтобы очистить красные зоны Франции, по подсчетам, понадобится еще около 500 лет. Для нас же этот отчет только начнется со дня нашей победы. Катерина Павловская, Исторические факты. ВИП-пассажир. После начала полномасштабной войны стали появляться новости о новой фишке российского диктатора. Владимир Путин теперь чаще передвигается на поезде. То ли по состоянию здоровья, то ли в целях конспирации. СМИ даже показывали бронепоезд Путина. Но совсем отказываться от полета на своем самолете президент России не стал. Во время мятежа Пригожина именно на нем диктатор драпал из Москвы. Ну и вряд ли он бы неделю трусился в вагоне ради встречи с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке. С самолетом, конечно, быстрее и комфортнее. Тем более, что путинский самолет – это настоящий дворец. Там даже унитазы инкрустированы золотом. Все, как любит российский диктатор. Какие секреты скрывает летающая крепость Путина? И на чем летают президенты США и Франции? Вот вам факты. На чем летают президенты? С ним постоянно ездили два повара. Эксклюзивное признание пилота борта номер один. Президент – это пассажир номер один. Золотой унитаз, тренажерный зал, что скрывает лайнер Путина? В общем, называют летающий Кремль. Мы побывали в самолете, на котором летает французский президент. И как выглядит борт президента США? Может ли он выдержать ядерный удар? Спецплощадка аэропорта Борисполь. Доступ только по пропускам. Здесь стоит когда-то главный самолет страны Ил-62. Он один из немногих, кто имел доступ на борт номер один. Вы пилот борта номер один? Возили от Щербицкого и четырех президентов, двух Леонидов и двух Викторов. Иван Жуль ведет нас к своему прежнему рабочему месту – кабине пилотов. Говорит, от его сноровки зависела жизнь и безопасность первых лиц. Президент – это пассажир номер один. В его работе, как и в жизни, стремительные взлеты могут превратиться в крутой эпике. Говорит, небо не всегда благосклонно даже к президентам. Однажды было при вылете из Америки, была высокая турбулентность – до 100 метров вверх, до 100 метров вниз. Даже обращались к Богу. Тогда все обошлось. Сейчас бывший командир экипажа чуть ли не впервые приоткроет секреты президентского борта. Это постель президента. Такой прямо роскоши я не вижу. Президенты обычно люди. Жюль показывает то, что обычно остается вне объектива в камер. Это душевая после дальнего перелета. А это туалет. Кожаное кресло превращается в туалет. Но самое главное место в самолете здесь – это президентский кабинет, где решались государственные дела. Он фактически командный пункт в небе. Янукович последний здесь сидел. Да, садитесь, место президента. Простым движением рабочий стол превращается в президентскую столовую. В полете гастрономических излишеств не было, хотя без деликатесов не обходилось. А икра была? Вопрос. А икра была на борту? Ну, красная икра. Любили даже сало. А кто ел сало? Леонид Макарович любил сало. Был такой случай, когда жена Виктора Андреевича угощала экипаж медом. Пригощала экипаж медом. Этот президентский самолет больше в небо не поднимается. Но жизнь у него не заканчивается. Самолет планируют открыть для посетителей уже как музейный экспонат. Президентский лайнер советского образца заменил современный аэробус. Первым из президентов на нем летал Виктор Янукович. Тарас Черновилл в свое время являлся руководителем избирательного штаба Януковича. Говорит, президент-беглец имел слабость к ценным вещам и деликатесам. Продукты для него поставляли специальные доверенные люди. Янукович очень боялся отравления. В первое время с ним постоянно ездили два повара. Они в Киеве самостоятельно здесь готовили все, и он ничего не ел, кроме того, что они подавали ему. Пил Янукович – это бутылированная, упакованная, нераскрытая вода. Но Янукович не всегда летал на государственном самолете. Под личные поездки заказывался роскошный частный борт. Такие рейсы тщательно скрывались. Знала о них только свита. Когда это действительно была частная поездка, где нужно было, чтобы меньше знали, кто куда улетел, действительно очень часто зафрахтовывались или договаривались о фальконах. Там очень шикарное питание, там очень удобное кресло, там очень удобная ванная с душем со всем. На таких суперджетах летают президенты Франции. В распоряжении Эммануэля Макрона сразу два роскошных фалькона. Но в отличие от Януковича, о перелетах своего президента французы знают почти все. У него есть большой аэробус А330, на котором он летает на большие расстояния, и фальконы для более коротких. Такие самолеты для страны, входящие в десятку самых мощных экономик мира, это норма. Во Франции борт номер один – необходимость, не роскошь. И за этим общество усердно следит. За все могут спросить. В том числе, на что расходуются десятки миллионов евро из государственной казны. Мы получили уникальную возможность, и сейчас покажем такой же самолет, как у президента Франции. Красное дерево, натуральная кожа в интерьере, мультимедийная система и роскошная спальня. На этом борту есть все необходимое, и даже больше. Вот смотрите, здесь мини-кухня. Можно готовить блюда, ну, например, для президента. Такой суперджет можно оборудовать душевой и рабочим кабинетом. Все для высоких гостей. А как насчет президента Франции? Его самолет похож на этот? Да, в его самолете есть все удобства, но это не значит, что на нем летает только президент. Им могут пользоваться и французские чиновники. Но мало кто может похвастаться такой роскошью, которая присутствует на борту президента России. Владимир Путин летает на таком Ил-96. Президентский самолет в России – режимный объект, попасть на который могут единицы. Даже в авиационных системах его обозначают специальной маркировкой. Относительно России используется другая аббревиатура. Технический – это ПУ – пункт управления. В общем, летающий Кремль. Летающий Кремль. Этот двухэтажный лайнер внутри напоминает роскошный дворец. Рабочий кабинет – 10 квадратных метров. Салон инкрустирован золотами кожей. Есть тренажерный зал, спальня с королевской кроватью и даже туалет с золотым унитазом. Как только Путин добрался до власти, он сразу стал себя окружать предметами роскоши. Эстетика самолета Путина – это его личная персональная, диктаторская эстетика, которую он определяет, и никто на него не может повлиять серьезно. Леонид Мартынюк – российский оппозиционер, говорит в самолете Путина беспрецедентные меры безопасности. В воздухе самолет Путина всегда сопровождают истребители. На другом борту в любую точку мира доставляют его бронированный автомобиль. С Путиным в полете всегда ядерный чемоданчик. Все, попадающие на борт, проходят тщательную проверку спецслужб под особым контролем продукты питания. За них лично отвечает шеф-повар Кремля. Нас допросили, мы пошли готовить. Под контролем трех человек офицеров в халате стоят. Это Виктор Беляев, бывший шеф-повар Путина. Он знает все о вкусах ВВП. Сначала шла, допустим, холодная закуска, потом шла мясная закуска, потом шло горячее и рыбное мясное, или на выбор, да, десерт. Владимир Владимирович очень любит мороженое. Но самая защищенная воздушная крепость в мире – самолет президента США. Он подчеркивает статус супердержавы. Один миллиард долларов столько американцы заплатили за борт номер один. Львиная доля этих денег пошла на сверхсовременную систему защиты. Надо понимать, что все меры безопасности, защищенности этого борта связаны с самым худшим сценарием. Это случай с сценарием ядерной атаки. Один из самолетов президента США и называют, соответственно, борт судного дня. Борт один, он имеет возможность оставаться в воздухе неограниченный период времени, потому что может дозаправляться в воздухе на любой высоте. В президентском самолете самый высокий уровень комфорта. Просторный рабочий кабинет, спальня, есть даже операционная. Интерьер скорее напоминает пятизвездочный отель, но без особой роскоши. Президентский «Боинг» приравнивается к военной базе только в воздухе. Он должен доставить президента США в любую точку при любой погоде. И это самое главное, что отличает борт номер один от обычного самолета. Александр Мельников. Исторические факты. Историческое событие. 4 октября 1957 года на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. Главная миссия советского аппарата ПО-1 заключалась в одном. Обойти американцев и стать символом. Никакой другой пользы с точки зрения технологичности сателлит не имел. По сути, это был обычный радиопередатчик, транслирующий в течение нескольких недель свои знаменитые сигналы. Бип-бип-бип. Которые могли слышать радиолюбители на Земле. Но первый спутник изнаменовал новую эру в космосе. Следующие версии были все сложнее и сложнее. Сейчас представить себе нашу жизнь без спутников сложно. Это навигация, связь, разведка. Именно информация со спутников очень помогла украинской армии выстоять в первые месяцы полномасштабного вторжения России. И вот вам факты ставшей истории. Глаза в небе. Как секретное оружие помогает Украине в войне с Россией? Мы можем прочитать врага гораздо раньше, чем он об этом догадается. Как в этом принимают участие американские спутники? И зачем Россия начала гонку вооружений в космосе? Россияне сознательно обостряют ситуацию еще и в космосе. Вот так в речке Северский Донец плавают остатки российской армии. Те самые, которые должны были организовать масштабное наступление на Востоке. Форсирование речки превратилось для россиян в самую смертоносную битву со времен Второй мировой. 11 мая 22 года силы оккупантов попали в огневой мешок ВСУ. Институт изучения войны подсчитал, что россияне потеряли более 500 бойцов и более 80 единиц техники. Это хорошо видно на спутниковых снимках. Блестящая операция вооруженных сил Украины. Украине удалось разбить целую бригаду врага. В этом ей помогли технологии, которые позволяют заглянуть за линию фронта в логово врага и спрогнозировать его действия. Разведданные из космоса изменили баланс сил на поле боя. Самые современные американские технологии позволяют опережать русских на два шага вперед. Американцы этого не скрывают. США предоставляют разведывательную информацию, чтобы помочь Украине защитить свою страну. Это помогает им успешно противостоять российской армии. Но мы не принимаем участие в выборе целей и ударов украинских вооруженных сил. Это решение принимают они. Инструментов разведки у США более чем достаточно. Речь о передовой и самой крупной спутниковой системе в мире. Также в ход идут коммерческие сателлиты. Те, которые еще вчера отслеживали урожаи и лесные пожары. Теперь же они успешно собирают военную информацию для Украины. Количество спутников действительно беспрецедентно, поскольку еще во времена Холодной войны спутники использовались только военные. Но мир шагнул намного дальше. И тут помогают и гражданские спутники. Тех же самых Максара, Гугла. Они тоже дают необходимую информацию. Начало вторжения, битва за Киев, самые крупные успехи украинских военных подкреплены снимками со спутников и дронов. Украина знала где и когда бить. Тут мы получили вот эти возможности просто уникальные Соединенных Штатов. И это один из самых важных ресурсов по сравнению с тем же ленд-лизом. То есть ленд-лиз это то, что на поле боя. А вот разведка, которую мы получили задолго до начала войны, дала возможность Украине и подготовиться, и действовать эффективнее. Эффективно действовать именно сейчас, поскольку мы четко видим, где может быть основной удар, где могут быть вспомогательные. Может быть основной удар, может быть до помежней. Войну России против Украины уже называют самой масштабной по использованию космических технологий. И хотя спутниковые снимки были доступны во время войн в Сирии и Азербайджане, объем данных там был как капля в море, если сравнивать с Украиной. Тем не менее спутники лишь одна составляющая глобальной разведки США. Ниже находятся разведывательные дроны, такие как Global Hope. Они дают более четкое изображение и радиолокационные данные, могут фиксировать все в режиме реального времени. Третий уровень – оперативно-тактические дроны, вроде Берактаров. Они дают намного больше деталей. Так вы обезвреживаете врага еще до того, как он поймет, что происходит, нивелируя его превосходство в количестве оружия или солдат. Современные системы слежения проявляют себя на каждом этапе войны, в каждой битве. Просто мы этого не замечаем. Яркий пример – попытка российских десантников захватить аэропорт Гастомель под Киевом. Уничтожение вертолетов и самолетов противника поломало планы агрессора. В этом помогла развединформация от США. Украина показала России недостижимость западных военных технологий. Даже отдельные генералы российской армии для таких средств – легкая мишень. Украина ликвидирует военное руководство России так же эффективно, как и танки. И тут без снимков со спутников и блестящей работы украинской разведки не обойтись. Разведка решает в современных войнах все. У тебя может быть куча сил, но будет то же самое, что с русскими случилось в Киевской области. Они стали кучей и их просто разобрали на детали. Их просто растягли по деталям. Фактически такой глубокий обмен разведданными действует только между членами НАТО. Поэтому США в частности и НАТО в целом уже сделали Украину частью собственной системы безопасности, открыв доступ к самым передовым технологиям слежения. Сейчас у нас есть уникальные возможности. У нас есть стратегического уровня информация со спутников и оперативная информация. Оперативного уровня с беспилотников разного уровня. Мы получили на самом деле доступ к самой лучшей разведывательной информации в мире. Это самый лучший уровень. Чтобы хоть как-то удержаться, русские пытаются отвечать. Начав войну в космосе, блокируя сигнал GPS. Вот только возможности у Кремля и тут ограничены. Абсолютная большинство современных боеприпасов, все эти умные боеприпасы, дроны-камикадзе, баражирующие боеприпасы или снаряды для вот этих гаубиц, что мы получаем, все они имеют, все они полагаются на GPS. Что делают россияне, что они отрабатывают? Это просто подавление. Постановка радиопомех для GPS-приемников. Более того, британские военные сообщили, что российские спутники меняют траекторию своего движения, приближаясь к аппаратам других стран. Россияне сознательно обостряют ситуацию еще и в космосе. Для чего они это делают? Чтобы попытаться перехватить радиообмен между этими спутниками и Землей. Второй вариант. Возможно, в такой способ они отрабатывают подавление вот этого радиообмена, то есть блокирование обмена сигналами между спутниками и Землей. Под удар попал даже спутниковый интернет Старлинг Илона Маска после того, как он передал оборудование Украине. Но попытки России тут оказались безуспешными. Система эффективно помогает украинским военным. Россияне пытались сделать невозможными использование терминалов Старлинг. Система интересна тем, что обеспечивает очень большую скорость передачи данных. В любой точке, где есть электропитание. Даже от генератора. И, соответственно, военные могут делать много чего. Ну а россияне просто пытаются их заглушить. За несколько месяцев полномасштабного вторжения России Украина продвинулась в технологиях семимильными шагами. И это было только начало. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.